Еще 7 месяцев тому на этой пляцовце в открытом акционерном товаристве «Столовича Агра» ничего не было. А сегодня уже побудована первая черга нового молочно-товарного комплекса. Деньшуюсь два коровники, молочно-дайльный блок. Побудованы сенажно-силостные траншеи, выгульные пляцовки, обсталявана газовая котельная. Комплекс только-только сдали у эксплуатацию. Поступово заполняются его коровами и уже отримали первое молоко-гатунку «Экстра». Начальник комплекса Наталья Полулех покуль привыкает до новой посады и новых умов. Пильнасошить за тем, как с первых дзен работа была организована на достойном узровне. Радуется сучастному обсталяванию для подогрева воды у паилках и антеннам, які выявляють корову у охвоте. В данном хозяйстве я работаю уже более 25 лет. Конечно, сравнивая с чего мы начинали, и в настоящее время душа радуется. Корова у нас содержится в беспривязном содержании, доступ свободный как для кормового стола, так и паения. Обслуживает у нас тракторист на самоходном кормораздатчике. Что касается доения, то у нас дойка современная, вествалевская дойка. Удобно работать всем дояркам, потому что обслуживание идет чисто все механизированное. С урочистым открытием нового молочно-товарного комплекса его коллектив приехали повиншовать представники районной улады, генподрадных и субподрадных будовнейших организаций, керавники инших господарок района. Я, сучка моя, моя жаровница, ты моя любовь, моя половница. Это уже третий сучастный комплекс у столовища Хакра. На первую чергу его изведение затрачено больше за миллион рублей бюджетных сродков, а так само, когда трех миллион рублей кредитов молочного комбината. Значная частка работ выканана господаршим способом. Зараз МТК различены на 895 голов дойного остатка. В будущем эта лишба повеличится. После выхода на проектную мощность планируется увеличение дойного поголовья на 300 голов коров, увеличение производства молока более чем на 1000 тонн. Конечно, это и налоги в районный бюджет, это и заработная плата в хозяйстве, это рабочие места. Всего в районе это 22-й вводимую эксплуатацию комплекс с доильно-молочным залом. И все наше поголовье района составляет 21 тысячу голов. Коллектив нового комплекса «Амаль» сформированный. Усяго тут будет працовать 24 человека. Работников потребуется не аж мат, покольки сучасное обсталявание дозволяя автоматизовать большесть процессов. Контроль со стороны специалистов проще осуществлять. Рабочему персоналу легко работать, потому что день работают, день отдыхают. И еще выходные будут. И уменьшается количество людей. Их увеличивается зарплата у людей в несколько раз. Но их получается будет, если так уже где-то будет 1200 голов, если все вместе будет, и телята, и все остальное. А зарплата будет где-то в районе где-то полторы-две тысячи в каждом. Плануется, что другая черга будовництва молочно-товарного комплекса «Столовичи-2» будет увидена в эксплуатацию в наступном году. Тут появятся еще два тялятника, цех «Раздою» и «Сухостою», а также еще три сенажно-силостных траншеи.